Итак, Алексей Юрьевич, перед нами различная бытовая упаковка. Что из этого можно отправить на переработку, а что нельзя и нужно выбрасывать в общий контейнер? Ну, вообще, эта тема посвящена у нас селективному или раздельному сбору, который мы уже давно внедряем в городском округе Мытища. И вот сегодня мы для наших уважаемых жителей проводим, так скажем, небольшой мастер-класс о том, что в какой контейнер надо складывать. Поскольку у нас сегодня применяется двухконтейнерная схема, а я немножечко поясню, что такое двухконтейнерная схема. Это контейнер на контейнерной площади, который предназначен для сухих отходов, для упаковочных материалов, и контейнера, которые предназначены для, так скажем, мокрых отходов, то есть всего остального, что не подлежит дальнейшей переработке. Вот. И сегодня мы просто наших зрителей познакомим, что можно складировать вот в контейнер для отдельного сбора и что уже складировать в обычные контейнера. Ну, приступим, да? Вместе с вами вы мне будете помогать. Мы применили... Почему вот у нас, скажем, есть особенности, да? То есть сегодня наши уважаемые домохозяйки могут в доме раскладывать свой мусор или свои отходы на два ведра. Это полезные компоненты и все то, что перерабатывается. Значит, давайте мы сейчас пока начнем с тех самых полезных компонентов. Мы собираем четыре фракции вот в этот контейнер. У нас складывается вот информация здесь есть. Это пластиковая бутылка, стекло, алюминиевая банка, газеты, журналы. Ну, давайте посмотрим конкретно по каждому, да, чтобы ни у кого не было там, ну, скажем, ну, каких-то там... Да, потому что не всегда понятно, что, например, бумага полезная и бумага не полезная. То есть здесь вот, ну, давайте вместе с вами, да, начнем... С чего мы начнем? Ну, вот алюминиевая банка, да. Алюминиевая банка всем знакома. Это всевозможные напитки, которые у нас употребляются там, особенно в жаркие дни, очень хорошо. Лимонад, энергетики, пиво. Да. То есть вот эти все баночки можно выбрасывать для... Да, это все идет туда, в этот контейнер. А можно я сразу остановлюсь? А, например, есть такие крышечки из фольги на сметане, на йогуртах, они пойдут на переработку или нет? Все пойдет на переработку, можно даже сказать, не только алюминиевые банки, но и жестяные банки. То есть из-под горошка, например, тоже можно туда отправить? Да, они пойдут как уже другой металл, полезные компоненты являются, все это пойдет на дальнейшую переработку и утилизацию. А сейчас алюминиевые банки, всевозможные консервы мы с вами утилизируем. Следующий отход у нас стекло. Ну, стекло, он более понятный, это различные емкости, различные бутылки, которые у нас... Барки тоже сюда, да? Склянки, может это быть и флакончики из-под парфюмерии, все идет сюда. Ну, а самый следующий тип отходов... У меня еще вопрос, подождите. А если, допустим, бутылка разбилась или тарелка у меня разбилась? Отлично. Тоже можно сюда? Здесь это особого значения не имеет. Дело в том, что сегодня компания, которая забирает у нас стекло, она принимает то, как стеклобой. Сегодня особого, как бы, вот, целостности продукта никто не требует. Это раньше мы с вами сдавали бутылки, не дай бог, там будет скол какой-то на горшке, оно уже, как ни кондиция. Сегодня, пока, пока, к сожалению, мы принимаем как стеклобой. То есть и фарфоровые тарелки, и чашки, если вдруг что-то там... Да, все можно как стеклобой. На переработку. На переработку. Так, давайте дальше. То есть это все миксом принимается. Ага, ну давайте вот газеты, журналы. Давайте вот с бумагой разберемся, что у нас пойдет на переработку. Ну, обычные газеты, журналы, то, что у нас в быту обычная бумага, это все... Картон вот этот. Картон, который, ну вот этот картон, он такой маленький, да, он сюда влезет. А иногда у нас бывают большие коробки, да, из-под холодильников, из-под телевизоров, которые, к сожалению, в этот контейнер не влезут, их можно поставить отдельно в отсек для крупногабаритного мусора. Мы все равно приедем и возьмем этот картон отдельно от того, что здесь можно склопить. Вот к качеству бумаги какие-то есть претензии? Нет, никаких особых претензий к качеству нет. Можно складировать все, что... Все, что бумажное, да? Все, что у вас есть, да. А, допустим, если вот я документы какие-то взяла, да, и я не хочу, чтобы, ну, их кто-то прочитал, я могу порвать эту бумагу? Можно порвать, но вообще как бы... А, ну да, если это личные ваши документы, конечно, можно порвать. То есть это не страшно? Не страшно, да. То есть бумага, она дальше прессуется, и уже вот этим миксом тоже идет у нас на дальнейшую переработку. Так, что у нас здесь еще? Вот пластик, я смотрю, да? И наибольший, как бы, вот, отход, который образуется, и который действительно сегодня создает огромную проблему, как и для экологии, это вот пластик. Пластик, мы знаем, он у нас более 100 лет, период распада, и мы видим, сегодня много об этом говорят, о том, что и леса, и моря, и океаны замусорены пластиковыми эти отходами, потому что период распада очень высокий. Поэтому к этому отходу у нас особое должно быть отношение. И здесь перерабочек сегодня дает очень большой спектр различных вот баночек, вот этих баночек пластиковых бутылок. То есть, несмотря на то, что они вроде как отличаются, все это относится к пластику. И перерабатывается в полном объеме. Все это подлежит переработке. Ну, конкретно, это у нас могут быть и канистрочки всевозможные, да, из-под жидкости, там, вот деселированная вода, и бутылки. Из-под косметики, да. Из-под косметики пузырьки, обычные бутылки пластиковые, различных вот у нас, скажем так, емкостей. Вот от йогурта тоже бутылочка здесь может быть. Из-под мыла, то есть из-под химии всевозможные. То есть, особый спектр, вот все, что такое вот легенькое, это все подлежит у нас. И то есть, вот крышечки, что считается, что вот эти вот крышечки, это какой-то отдельный пластик, и его нужно отдельно собирать, это можно вот все в тот сетчатый контейнер бросать. Мы собираем все миксом. Для того, чтобы наши люди не путались. То есть, есть два пакета. Один с отходами, который у нас подлежит дальнейшей переработке, один это обычный мусор, который мы дальше уже повезем на полигон и будем его захоранивать. Еще один насущный вопрос. Нужно ли мыть все вот эти вот баночки, скляночки, бутылки перед тем, как отнести вот в этот сетчатый контейнер? Нет, мыть их не надо, потому что это дополнительная проблема. Мы, когда занимались этим вопросом, раздельным сбором, мы максимально старались упростить для наших жителей вот эту, можно сказать, работу, да, или не работу, а вот эту как бы услугу. То есть, мыть ничего не надо, все вот так, в таком виде, которое есть, приносить и складировать в этот контейнер. К сожалению, рынок вторичного, переработки вторичного сырья, он не очень на сегодняшний день развит. И вот такие отходы, как Тетропак, мы пока учимся перерабатывать. Были такие компании, которые готовы были принимать этот отход, но, к сожалению, что-то у них не совсем все получается. Это очень сложный компонент. Здесь и присутствуют и металл, и бумага, и разделение. Это очень, как бы, проблематично. Пока, к сожалению, переработчики не научились это перерабатывать, поэтому это идет у нас в обычный отход. Ну, есть еще, так скажем, некоторые пластики, которые уже, ну, как бы, всему есть ресурс, и пластик не может бесконечно перерабатываться. То есть вот этот вот пластик, который уже дальнейший, да, тонкий, который не подлежит дальнейшей переработке, его можно уже тоже, как бы, смело бросать в мусор. Ну, все остальное у нас является обычным мусором. Вот эти пакеты тоже, они, к сожалению, не перерабатываются. Пакеты тоже не перерабатываются, да. Поэтому вот такой небольшой, как бы, урок. Вот я смотрю, тут игрушки, да, вот это вот тоже, вроде бы, пластик, но он не перерабатывается. Да, это уже конечный, как бы, продукт, дальнейшая переработка не подлежит. Ну, деревяшки, все это такое, игрушки, которые являются одноразовыми. Ну, и, соответственно, основной у нас компонент, то, что мы выбрасываем в обычные контейнера, это органика, это пищевые отходы, которые у нас очень много. Это очистки, кожура, всевозможные пищевые отходы, которые у нас постоянно образуются. Это все тоже идет в этом пакете. Вот. Вот. Напоминаем, что вот за это, если мы с вами, как бы, вот, отделяем и складируем этот контейнер, мы с вами не оплачиваем. Мы платим только за то, что складируем в обычные контейнера. То есть это еще экономически выгодно получается? Вот. По каждой контейнерной площадке мы ведем учет вместе с управляющими компаниями. И все у нас, скажем так, подконтролен. Платим только за то, что сегодня фактически мы утилизируем. То есть давайте дальше продолжать работать в этом направлении. Вообще у нас мы тещепередовые. Мы сегодня являемся лидерами по селективному сбору. В рейдингах во всех, которые опубликованы независимой компанией Greenpeace, мы первые в Российской Федерации. Поэтому давайте всем будем показывать пример, как правильно дальше разделять мусор для отхода нашего. Если во дворе не стоит, есть такие еще дворы, в которых не стоит вот такой сетчатый контейнер, как его установить? Вот жители хотят собирать мусор раздельно. Ну, мы с вами понимаем, что у нас у каждого многоквартирного дома есть управляющая компания. Сегодня Министерство экологии и производства Московской области, она обязывает управляющей компании организовать на контейнерной площадке раздельный сбор. И еще раз говорю, если такое есть, где-то проинформируйте либо органы местного управления, свою управляющую компанию, либо нас, либо вас. Можно пригласить и показать, что вот такое безобразие. И появится такой контейнер. Конечно. Спасибо большое за это интервью, Алексей Юрьевич. Будем вести себя как цивилизованные люди. Еще как бы, да, не первый раз. Спасибо. Спасибо, спасибо.